Всем привет, я Аконя, и да, завтра выйдет в нашей озвучке девятая серия дарамы «Хватай сон дже» и «Беги!». И давайте напомню, чем же закончилась восьмая серия, которую так бурно до сих пор обсуждают нитизены в Корее. Восьмая серия закончилась страстным поцелуем Пену Сока и Ким Хайон. Ким Хайон? Ким Хайон. Все в полном восторге, потому что, наконец-то, Рю Сон Джен, персонаж Пену Сока, спустя 10 лет, ведь он столько лет ее любил, и тут он узнает, что, оказывается, его чувства были взаимны все это время. Он там мучился, страдал, бедолага, и тут узнает, что, оказывается, она тоже его любила все это время. И знаете, как описывают южнокорейские нитизены, он приблизился к ней и замер. То есть наклонился, вы ведь знаете, какой он высокий, да, 189 сантиметров, и она 156, по-моему. И, типа, он наклонился к ней и дал волю ей, чтобы она выбрал, ну, типа, оставил выбор за ней. И все такие, оу-май-гарбл, типа, это же такая сцена офигенная. Ну, и плюс ко всему, получается, Им Соль, персонаж Ким Хайон, она посмотрела на него и дала зеленый свет, поцеловав его в ответ. И все говорят, что поцелуй был настолько естественный и такой реально страстный, не как обычно дарамный, да, какой-то такой чмок. То есть, а был реальный поцелуй, такой прям, ну, полный любви, эмоций, страсти. Ну, короче, настоящий поцелуй, вот как надо. Так, что у всех были мурашки. Ну, и плюс ко всему то, что он такой высокий, она такая маленькая, низенькая. Это сыграло такую красивую химию. Вообще, честно сказать, у Ким Хай Юн часто играет такая вот химия за счет того, что она так маленького роста. Она красиво обыгрывается эти моменты с поцелуями, потому что я уже не в первой дараме вижу, как она играет вот эти вот сцены. Какая чертовка, а, умеет играть такие сцены. Короче, все в восторге, все хотят видеть больше сцен романтических вот этих свиданий, потому что Пион Усок и Ким Хай Юн просто потрясающе передают вот эту химию. И я просто в полном восторге. Кто не видел восьмую серию, извините за спойлер. Вы сами виноваты, что напоролись, вы ведь видели заголовок. Читать умеете, да? Поэтому увидимся завтра, и точнее услышите завтра в моей озвучке, если вы, конечно, смотрите эту драму в моей озвучке. Всем удачи!